Ну давай выход силы на две руки попробуем. You gifted! Добрый день, меня зовут Роман Шаров. Я являюсь мастером спорта по самбо и действующим тренер группы компании Sculptor. Сегодня я хочу научить вас делать основные элементы гимнастики, такие как подъем-переворотом и выход силой. Перед тем, как выполнять упражнение на гимнастическом перекладине, подъем-переворотом и особенно выход силой, обязательно выполните разминку для верхнего плечевого пояса. Круговые движения руками в плечевых суставах вперед-назад, по 8-12 повторений в каждую сторону, в локтевых суставах, запястья в одну и в другую сторону. После чего обязательно сделайте рывковые движения. Таким образом ваши мышцы приготовятся к тем движениям рывковым, которые придется сделать при выходе силы. Это очень важно для того, чтобы не получить травму. Друзья, салют, привет! Мы давненько с вами не встречались вживую. В прошлый раз это было, когда мы выбирали для трансформации парня. Димон уже трансформируется, настало время девушки, поэтому нам пора снова встретиться и пообщаться. Да, и встреча будет уже совсем скоро, в эту пятницу, вечером. Ну и помимо нашей команды еще будут наши спортсмены, с которыми можно будет пообщаться. Будет очень интересно, будет энергично, поэтому мы приглашаем всех желающих. Будет диджей на мероприятии. Чтобы узнать, где это, как проехать и во сколько, пройдите по описанию в ссылке. Это третья ссылка в описании. Зарегистрируйтесь, чтобы мы знали, сколько вас придет и ждали вас в гости. Все это будет в атмосфере такой спортивной. Будут обязательно конкурсы спортивные. С подарками. Да, и возьмите с собой спортивную форму обязательно, потому что у кого нет спортивной формы, нет призов. Поэтому, если в пятницу вечером вам нечем заняться, то приходите, зовите всех своих друзей и подруг. Давайте, молодежь, тренируйся. Увидимся. Четыре элемента, которые входят в комплексное силовое упражнение. Это подъем переворотом, выход силой, подтягивание и поднос ног перекладине. Выполняется в любой последовательности. Сначала техника подъема переворотом. Необходимо выполнить начальное движение в виде подтягивания. После этого резко занести ноги вверх над перекладиной и сделать движение головой назад. Подтягивание, ноги, голова. И зафиксировать выход на прямые руки. Локтевые суставы должны быть прямые. Вниз можно вернуться кувырком вперед. Либо первый вариант кувырком вперед. Второй вариант прямо. И отсюда же выполнить выход силы. Допускается небольшое маховое движение ногами. Далее следуют более простые движения, как поднос ног перекладине и подтягивания. На сегодняшний день рекорд этого упражнения составляет 185 повторений. Обладатель рекорда Денис Залозний, спортсмен. Можно совершенствоваться. Нормативно отличный. Надо сделать без перерыва 9 таких комплексов. Как тебя зовут? Я. Хорошо. У меня Роман. Я тренер. Ты делал когда-нибудь выход силы на две руки сразу? Подъем. А подъем-переворот делаешь уже. Мы уже научились. Хорошо. Хочешь научиться быстро делать на две руки выход силы сразу? Да. Тогда мы сделаем несколько подготовительных упражнений и через полчаса буквально у тебя все получится. Готов? Да. Для отработки такого элемента, как выход силы, можно применить несколько подготовительных упражнений. Первый из них – это выход силы на одну руку. Для этого нужно из положения виса опять же сделать быстрое движение в виде подтягивания и зафиксировать локоть сверху над перекладиной. На одну руку надо уметь делать и на другую. Попробуем. Зафиксировал. И на другую руку тоже самое. Хорошо. Из этого положения надо уметь делать дожим. То есть это выход силы будет уже. Собственно, вторая часть, которая идет без инерции, а только силовая. То есть ты зафиксировал здесь руку и дальше уже силы дожимаешь. Силы мышц груди и рук. Здесь хорошо проявляют силовые качества. Попробуешь? Закидываешь локоть. Второй. И выходишь силой мышц. Попробуй. Я на страховке. Второй локоть также закидывай. И выходи силой. До конца упрямляй руки. Все. Молодец. Для того, чтобы научиться делать выход силой сразу на две руки, быстро и красиво, можно применить такой прием, как пружина. Здесь используется энергия мышц. Энергия упругой деформации мышц. Делать следующим образом. Первое движение ты можешь сделать подъем-переворотом. Это ты делаешь уже хорошо. Смотри. Должен выйти вниз на прямые руки. И не теряя скорость, не теряя энергию, тут же пружина вылетит назад. Еще раз обратите внимание. Ноги я направляю не вниз, а чуть-чуть вперед. 5 градусов наклон корпуса у меня идет вперед. Отсюда мышцы спины сильнее. Сейчас попробуй подъем-переворотом выйти, зафиксируй, дальше я объясню. Смотри, все хорошо. Голову назад. Молодец. Выйди на прямые руки, отдохни. Смотри, сейчас у тебя ноги должны выйти чуть-чуть вперед. И не давая им откачнуться назад, резко выходишь обратно. Хорошо? На две руки. Попробуй. И сразу отсюда. Отдохни. У тебя тело должно быть не вертикально вниз, оно должно вот идти отсюда. Когда ноги наклонены вот здесь, отсюда мышцы спины развивают наиболее мощное усилие. И очень хорошая скорость. Эту скорость терять нельзя. Просто в тот момент, когда элемент такой, как подтягивание, ты уже сделал наполовину, ты должен просто выпрямить руки. Еще раз посмотри. Ноги чуть-чуть вышли вперед. И отсюда очень мощное и быстрое движение получается. Можешь даже немного поднести ноги. Но мы с тобой сделаем это после подъема переворота опять. Хорошо? Голова. Молодец. Зафиксируй прямые руки. Смотри, ноги идут сюда. И сразу обратно. Пошел. Потерял движение, ничего страшного. Отдохни. Отдохни. Еще раз посмотри. Еще раз посмотри сбоку. Локти поднял вверх. Здесь идет с силой дожим уже. Вот смотри, еще хорошее подготовительное упражнение. Отжимание от перекладины. Отдохни. Ты можешь полежать на бедрах. Чуть-чуть отдохни. До конца вниз. И сразу наверх. Хорошо. Уже хорошо. Сейчас сделал движение правильное. Потерял буквально секунду. Это небольшое такое жуличество, конечно. Но для отработки оно подойдет, как подготовительное упражнение. Смотри. Ты вниз идешь не полностью. Чуть-чуть согнуты руки. Видишь? То есть, когда руки прямые, делать уже сложнее. Ты оставляй угол небольшой. И в качестве подготовительного упражнения это сойдет. А он тебе поможет. Вот отсюда. Раз. И обратно. Подтягивание. Ноги назад. Голова. Отдохни. Устал просто. Надо отдыхать минут пять. Все придет. Завтра счастлив будешь. Тяни. Голова назад. Выпрями руки. Ноги вместе. Вниз и вверх пружины. И сразу вверх. Дожимай руками. Сейчас не соскакивай. Ковырок делаешь вперед. Ковырок вперед. И используемых ногами коснись перекладине. Попробую офицерский выход сделать. Прекрасный гимнастический элемент называется флажок. Выполняется отведением корпуса тела в горизонталь. С упором рук на шведской стенке. Захват выбираем так, чтобы руки были параллельно расположены. Перпендикулярно полуплоскость хвата рук. Маховым движением ноги выходим вертикаль. Выпрямляем руки и фиксируем в горизонтальной положении. Здесь основной ключевой момент. Несколько их. Первое движение махом ноги прямой. Надо выйти вертикаль. Рука все время прямая, опорная. Это сделать очень легко. Потому что, когда корпус тела находится вертикально, нагрузка на мышцы минимальная. И обратное движение выполняется плавно. В уступающем режиме мышцы очень сильные. На 40% сильнее, чем преодолевающие. За счет этого и выполняется данное упражнение. Попробуем. Делать не бойся, я страхую. Соответственно, вертикаль выйти помогу. Правая нога прямая, мах делает. И заходишь вперед. Выходи вверх. Фиксируй тело прямое. Ноги вместе. И очень плавно ищешь отсюда горизонталь. Устал? Ну, этот элемент мне всегда удается с первого раза сделать. Хотя, я думаю, у Софьи получится. Попробуйте, Софьи. Понял. На сегодня. Подготовительное движение для тренировки флажка – это планка. Боковая планка, которая позволяет очень хорошо укрепить мышцы корпуса. Стойки на локте. Вторая рука понят вертикально вверх. И в идеале, если еще вторая нога тоже будет приподнята. Таким образом тренируются одновременно две части корпуса – с верхней и с нижней стороны. Выполнять планку надо от 30 секунд до минуты, после чего поменять сторону. На самом деле, большую нагрузку получают именно мышцы корпуса. И среднегодичная мышца тоже получает хорошую нагрузку, которая тренируется подготовительным упражнением. Если эти мышцы готовы к статическому напряжению, тогда такой элемент, как флажок, делается легко. Ну, на самом деле, основные элементы Ян сегодня изучил. Более красиво этот элемент в целом можно будет отработать на следующем занятии. Потому что сегодня основную задачу, технические элементы, ты запомнил. Ночью еще переспишь с этой мыслью. И с утра уже можно будет встать, обдумать. После школы прийти на тренировку, окей? Здоровья. Данное упражнение очень хорошо развивает мускулатуру верхнего плечевого пояса, рук и живота. То есть является важным дополнением к тяжелой атлетике и к другим атлетическим упражнениям. Поэтому рекомендую делать как прекрасную альтернативу бодибилдингу, потому что упражнения являются очень функциональными и могут пригодиться в жизни. Очень хорошо развивает мускулатуру. Данное упражнение используется также в вооруженных силах, не только Российской Федерации, но и стран НАТО. Поэтому, если вы выполните этот комплекс, то без проблем вас возьмут в десант, а не в стройбат. Тренируйтесь. Упражнения на перекладине являются одной из составляющих большого комплекса физических упражнений, которые вы можете попробовать в нашем зале. В следующий раз я покажу вам хорошие элементы из тяжелой атлетики, другие упражнения гимнастические, используя вес своего тела, статические упражнения, те, которые всесторонне задействуют все физические качества вашего тела, и разные мышечные группы. Привет, это Трансформация на канале Египты по фитнесу, и у нас есть плохая новость. Дима заболел, и этот выпуск будет без него.